Как определить, переболели ли вы коронавирусом? Есть способ. Смотрите до конца. Как определить переболевшего коронавирусом человека, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Можно с помощью анализов определить наличие антител двух видов, иммуноглобулин М показывает, что вы только заболели, а иммуноглобулин Г говорит, что в крови есть полноценные зрелые антитела. Если у вас обнаруживаются зрелые антитела в высокой концентрации при отсутствии симптомов и уже исчез иммуноглобулин М, это значит, что вы перенесли коронавирус, объяснил врач. Врач подчеркнул, что если человек уже переболел коронавирусом, это не значит, что он может успокоиться и не соблюдать меры предосторожности. Переболевший COVID-19 все также может заразиться коронавирусом снова, но при этом еще и заразить других. Комаровский призвал тщательно мыть руки и ограничить контакты, даже если вы уже переболели инфекцией. Назван самый вероятный путь передачи коронавируса. Вирусологи из Германии пришли к выводу, что коронавирус чаще всего передается не через предметы, а через вдох капель, выделяемых из легких зараженного. Это происходит при длительном и близком общении с заболевшим. Передает новый день. Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-нковий, лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай. По последним данным, в России каждый день выявляются новые случаи заражения коронавирусом. Согласно статистике коронавируса на 24 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, у 57999 человек подтвержден COVID-19. За сутки выявили 5236 новых случаев. В России число выздоровевших с начала эпидемии достигло 4420 пациентов, 547 за сутки летальных исходов, 513,57 за сутки. Всего проведено более 739 тысяч тестов на коронавирус. В Москве, лидерство по числу зараженных коронавирусом по-прежнему у Москвы, здесь уже 31 981 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки рост составил 2548 новых зараженных. Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве – 2267 человек, 210 за сутки, умерших – 261 человек, 28 за день. Карта коронавируса. Во всем мире зафиксировано 2 миллиона 637 тысяч 69 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 16 346 новых случаев. С начала пандемии от COVID-19 вылечилось 716 573, умерло 184 215 человек. Московский врач Наталья Кузенкова поделилась информацией о том, что происходит в легких у пациентов, которые болеют коронавирусом без симптомов. По мнению врача, на легких образуются несколько очагов матового стекла. Их достаточно хорошо видно при исследовании. Также врач отметила, что незначительные каши, насморк и температура могут быть начальными симптомами болезни, и в течение 5-8 дней развиться до пневмонии. По мнению представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, низкое число смертей в России объясняется комплексными и своевременными мерами, которые предприняли власти. Достаточное число больничных коек играет очень важную роль. Те страны, где их было недостаточно, не смогли оказать своевременную медицинскую помощь пациентам. По мнению Вуйнович, в России смогли это предупредить. Передаю Трия новости. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok